Более чем за час Николай Любимов ответил на порядка 40 вопросов, многие из которых, по его словам, относятся к весьма острым темам. Итак, на вопрос про обманутых дольщиков политик сообщил, что обяжет написать заявление об уходе министра строительного комплекса региона в случае, если до понедельника ситуация не решится. Речь идет о дольщиках строительства жилого комплекса «Аэробус» и дома строительной компании «Вятич» на улице Кальной. Со всеми остальными дольщиками обманутыми, естественно, мы будем разбираться, если не так же, то, по крайней мере, приблизительно так же. Жесткие решения тоже нужны, сами понимаете. Также журналистов интересовало, повторит ли Любимов калужское экономическое чудо на Рязанской земле. Вижу намного больше серьезного потенциала в Рязанской области для того, чтобы здесь можно было действительно какое-то чудо воспроизвести. Чудо, на мой взгляд, заключается в одном у нас на Рязанской земле здесь, в том, чтобы просто люди заработали, чтобы они поверили не в будущего губернатора только, а поверили в себя, чтобы они поверили и начали работать. А их в этом стремлении начали поддерживать. Вот это самое главное. На пресс-конференции Николаю Любимову задали вопрос о кремлевском вале, который в народе уже называют кремлевским провалом. Глава региона ответил, что пока нет программы обновления инфраструктуры, будет латание дыр. Саму программу должны разработать к ноябрю. В целом о дорогах был также задан вопрос. Журналист интернет-газеты даже пообещал за счет собственных средств поставить политику памятник, если ему удастся обновить дороги региона. Дороги – это приоритет этот раз, но единственное, что невозможно кому-то за дороги поставить памятник хороший, потому что дороги все равно выходят из строя периодически. То есть, если за пять их лет привести в порядок, то потом они опять начнут разбиваться. Но дороги – это приоритет, это однозначно, и это я вам могу обещать прилюдно при всех. Дороги мы будем делать постоянно, неуклонно и добиваться здесь, чтобы Рязань считалась краем хороших дорог. Поинтересовались и журналисты, и ценами на лекарства. Проверяют ли в области ценообразование в фармацевтике. Рязанские наши небольшие аптеки, они как раз соблюдают ту наценку, которая допустима. Сети нерегионального федерального характера, они как раз эту наценку не соблюдают. И мы им там будем бить по рукам. Однозначно, это наша полномочия. Сосновый Бор – точечная застройка исторического центра города и Солочи. Все эти вопросы также прозвучали на пресс-конференции. С санаторием отметил Любимов. Ситуация непростая. Накануне он провел по этому поводу совещание с правоохранителями, но подробности пока оглашать не стал. Одной из проблем там является то, что на территории Соснового Бора уже построено два частных дома. А это осложняет переход недвижимости и статуса частной в государственную. По Солочи мы должны принять однозначно правила землепользования и застройки, которые будут однозначно включать в себя охранные зоны. По Солочи. Там нельзя строить. Журналисты поинтересовались, любят ли глава региона поэзию Сергея Есенина. И Любимов прочитал несколько строк из его творчества. Не жалею, не зову, не плачу. Все пройдет, как с белых яблонь дым. Увиданием золотом охваченный. Я не буду никогда. Больше. Я не буду больше молодым. Политик отметил, что имеет даже внешнее сходство с известным поэтом. Напомним, это уже третья встреча Николая Любимова с рязанскими журналистами.